Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появились две крутых тачки, а именно Проджета 46 и Эмиль 1951. Обе этих машины лежат в комплекте, поштучно взять вы их не можете, да и плюс к тому еще одна не очень хорошая новость. Вы данные машины можете купить себе исключительно за реальные деньги. За 40 баксов в моем случае ваш ценник может отличаться в зависимости от того, через какую платформу вы смотрите на магазин. Что касается самого набора, набор довольно-таки неплохой, целых 7800 киткоинов, открытое все оборудование, аватар в учет я не беру, ну просто потому что не считаю его ценностью. Есть по целых 20 сертификатов X5 и на данных тачках вы действительно сможете качественно их реализовать. Есть три мистических контейнера и легендарный внешний вид для каждой из этих машин. На прогу 46 на любителя мне лично не нравится, больше нравится тот камок, который у меня установлен, хотя сам камуфляж на Проджету 46 у меня в коллекции есть. Ну вот не нравится он мне, да и продать в то же время немножко жаба давит. Что касается внешнего вида викинг на нашего Эмиля, то здесь немножко поинтересней, но опять-таки на любителя. Но в любом случае художники старались и им стоит это отметить. Что касается 40 баксов и насколько я считаю это ценник приемлемым. Давайте обратимся к магазину в отношении того, сколько стоит в принципе золото. Если вы посчитаете допустим там по стандарту 500 золота за 1 доллар, то в таком случае этот набор вы можете оценивать в 20 тысяч голды. Я бы сказал, что 20 тысяч золота это в притирку максимальный ценник для всего, что сюда положили. Если вы будете считать не по 500 голды за 1 доллар, а допустим по 1 баксу за 1 тысячу, то вы получите ценник в целых 40 тысяч голды. Но опять-таки 40 тысяч голды вы сможете собрать только если будете брать вот такие штучные предложения, которые появляются крайне редко. Там где приравнивается 1 тысяча золота к 1 доллару. Ну и соответственно среднее получается 750 золота вы сможете покупать из каких-то акционных предложений за 1 бакс. Таким образом за те же 40 долларов вы смогли бы себе купить не этот набор, а 30 тысяч. Все-таки ребят, я думаю, что мерить нужно по нижнему уровню. И нижней границей, как я говорил, является 20 тысяч золота, которое вы сможете приобрести себе за 40 баксов. Ну и здесь уже подумайте, 20 тысяч золота вы отдали бы за вот этот набор или нет. Что касается самих машин, сейчас перейду на Wargaming Game Center и сделаем с вами пробную катку на Проге 46, ну а потом на Эмиле 1951. Скорее всего Эмильчика мы выкатим в отдельном видео. Ну что, переходим ко мне на Wargaming Game Center. Итак, Wargaming Game Center и Эмиль 1951 сейчас выкатятся из своего ангара в рандомный бой для того, чтобы посмотреть, что это за тачка. Если вас интересуют честные обзоры на данную машину, я добавлю обязательно ссылки в описании, плюс будут всплывать здесь сверху. Что собой представляет Эмиль 1951? Практически полная копия Эмиля первого проходного, только фармящая тачка. Что касается характеристик по орудию, порой не хватает времени перезарядки снарядов в магазине, целых 3 секунды. И, честно говоря, при 2,5 игралось бы совсем по-другому. Ну прям в разы. Что касается времени сведения, я бы сказал, что это, ну прям наболевшая тема для данной машины и действительно крайне дискомфортно. Почему? Объяснять буду в бою. Есть 3 снаряда, которые закидывают по 310 каждый. Суммарно получается 930 среднего урона, но в основном выходит где-то в районе 850 до 900. 930 и выше крайне редко получается, по крайней мере в последнее время. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 10, крайне комфортно, ну просто потому что здесь и так есть какая-никакая приведенная броня в башне. Ну а если вы становитесь еще и под каким-то наклоном, то приведенком только улучшается. Очень хорошее добротное орудие в отношении точности, ребят, но только при полном, полнейшем сведении. Если вы не сводитесь полностью, то, соответственно, снаряды хаотично уходят от центра вашего прицела. И здесь, ребят, мы возвращаемся к теме времени сведения. Время сведения играет с Эмилем очень злую шутку. Для того, чтобы точно выстрелить, вам необходимо находиться без движения. Ну, для того, чтобы ваш разброс не увеличивался. Ну а если вы долго находитесь без движения, то, соответственно, это приводит к тому, что вы даете возможность вашим соперникам лучше прицелиться и более точно выцелить добротное количество серых зон, которыми обладает данная машина. От башни отыгрывается приятно и комфортно. Ну а вот что касается отыгрывать от корпуса, то я бы не сказал, что здесь есть чем похвастаться. Здесь абсолютно картонная передняя часть. Где все? Класс, помогли. Ну, едьте тогда сами воюйте, потому что, ребята, вы, конечно, веселые, но мне там делать со своим барабанами 21 секундами времени перезарядки этого барабана просто нечего. Фараон, ты красавчик, теперь ты здесь, постой, а я поехал тогда куда-нибудь туда подальше. Поиграюсь в снайперам, поиграюсь в того, кто будет помогать разбирать средние танки, а ты сейчас вгрызло отхвати, ленивый ты наш, и можешь дальше продолжать отстаиваться. Поехали, друзья мои. Бывают и такие расклады, но необходимо ориентироваться просто на то, что в бою происходит. Вот оно, время сведения, как видите, пришлось дожидаться момента полного сведения орудия, за это время ВЗ-шка скатилась вниз. И вот сейчас, ребят, приходится перезаряжать полностью весь барабан, потому что ехать реализовывать два снаряда вроде бы как бы и невыгодно. Время на то, чтобы докатиться туда у меня на данный момент есть. Но не всегда, не всегда это время есть, и вот этот момент игровой меня очень сильно напрягает, когда мне необходимо постоянно думать по поводу того, чем мне сейчас заняться. Перезарядкой полностью всего магазина, не отстреливая оставшиеся снаряды, или может все-таки имело бы смысл дождаться подходящего момента и разрядить до нуля барабан в кого-нибудь из соперников. Короче говоря, вот этот головняк меня очень сильно раздражает. Вот сейчас не хватило времени перезарядки внутри магазина на то, чтобы отбросить снаряд более точно. И опять-таки остаюсь снова с одним снарядом, и возможно уже поздно, но все-таки принимаю решение уйти на полную перезарядку. Да и перезарядка магазина, честно говоря, в 21 секунду тоже, ребят, долговатое. Вот сейчас у меня еще целых 7 секунд бездействия в бою, а за это время ВЗМ продолжает разбирать. И это, честно говоря, не доставляет абсолютно никакого удовольствия. Отстрелил два снаряда, и опять уходим на полную перезарядку. И вот так вот на Эмиле вам придется играть практически постоянно. Вам практически постоянно придется принимать взвешенное решение по поводу того, стоит ли оставить себе один или два снаряда. Особенно один для того, чтобы застрелиться, если вас окружили. Потому что когда вы этот один снаряд откинете, дальше вы просто остаетесь на дожирание вашими соперниками. Так, время сведения, блин, гадское ты. До безобразия. Радует то, что ИСУ-152 не рискует, потому что и так понимает, что победа у них в кармане. Но вот такой вот он действительно Эмиль-1951. Порой машина крайне круто реализовывается. Вывозишь огромное количество урона, а порой какие-то вот такие унылые бои. Особенно если союзники изначально немножко в чем-то затупили. И 1319 единиц нанесенного урона, один уничтоженный соперник. И что касается моей результативности в команде, то третье место. Ребята в нашей команде некоторые были действительно молодцы. Мне поставили диз, насколько заслуженный, не знаю, ребят. Иногда я и сам себе диз ставлю, если вы смотрели мои видео до этого. Но не в данном случае. Я сделал то, что смог. Ехать самостоятельно, будучи прикрываемым фараоном, который явно никуда не рыпнется и делать ничего не будет. У меня желания не было абсолютно никакого. Сейчас будем играть еще и против двух девяток, что меня не сильно радует. Но попытаемся, попытаемся что-то сделать. Если говорить о цикличных барабанах, то вот против нас, допустим, играет Т-77. Мне лично, допустим, тот же самый Эмиль-1951 нравится больше. Потому что у него два, точнее три снаряда, а не два. И какая-никакая броня все-таки присутствует. Что происходит? Ну ладно. Я так понимаю, что мы идем на очередной слив. В любом случае сдаваться мы не будем. Чтобы нас не ждало впереди. Но мне почему-то кажется, что ничего бодрого от того, что Эмиль будет делать вид, что он ПТ. А ПТ будет делать вид, что он Эмиль. Ничего, по-моему, хорошего нам не светит. Так, у нас есть угол склонения орудием. Давайте попытаемся его реализовать. Как я говорил, точность у орудия на дальних расстояниях в случае полного сведения данного орудия очень даже себе комфортная. Ну, действительно, летит в центр прицела. Там была какая-то такая маленькая красная зона у Т-77, в которую снаряд умудрился прилететь. Но, как вы видите, снаряды пушка отправляет действительно туда, куда ты планируешь. Достоялся Эмильщик, доигрался в ПТшку. Он теперь в корму отхватывает. Ладно, поехали. Че нам терять-то в конце концов? Нам нечего терять, кроме наших оков, как говорил Спартак. Я не про футбольный клуб. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну вот эти 3 секунды времени перезарядки внутри магазина, которые, как я изначально говорил, очень-очень мешают порой. Ты действительно имеешь все возможности сделать что-то годное, но, к сожалению, у тебя на это не хватает времени. Добрали ВЗ-хом. Спасибо союзникам. Есть. Ну и третий снаряд в этого товарища. Вот после этого выстрела, скажите мне по поводу того, что у Эмиля 1951 нет в башне брони. Есть у него броня и вполне играбельная. Главное, чтобы вам подвернулось место, в котором вы действительно сможете нормально стоять и нормально вытанковывать этой башней. Знать бы, где еще один. А вот он где. Такс. Ну что, поехали, поохотимся на оставшегося. Чифтейн далеко не тот соперник, которого стоит бояться, играя на Эмиля. А значит, у нас есть все шансы добрать его или разнести его, если вдруг он все-таки заберет нашу Химеру. Нет, не получилось. Химера грамотнее отыграла. За что ей огромная благодарочка. Огромный вклад в победу. Ну и теперь давайте будем смотреть на результаты по бою. Что касается настрела. Можно реализовывать барабан, но для этого нужна грамотная игра ваших союзников. 2350 единиц урона. Я бы сказал, что это средний показатель для Эмиля. Вы не будете набирать на нем постоянно более там трех-трех с половиной тысяч, но в то же время крайне редко меньше двух накидывать будете. Что касается результативности в команде, то второе место. Наша Химера отыграла просто божественно. Умничка, молодец. Поставим лайки. Ну и обязательно похвалим наших соперников. Они проиграли, но сделали это достойно. Вот такой вот он Эмиль1951, который есть сейчас в комплекте с Прогой-46 на продаже за 40 баксов. И только за реальные деньги. Покупать или не покупать решать вам. Я побежал снимать для вас свежие честные обзоры. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии по теме увиденного. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok